Привет, дорогие мои! Надеюсь, меня слышно, потому что я еще не до конца выздоровела, и голос у меня все еще такой сиплый. Но я просто не могу больше терпеть. Очень хочется побыстрее распаковать огромную посылочку, которая у меня здесь стоит. Посылочка мне пришла от подружки из другого города, с которой мы познакомились благодаря YouTube. Нашли друг друга благодаря YouTube. У нее тоже есть свой канал, ссылочку вы найдете в описании под видео в инфобоксе. Ее зовут Марина Жукова, у нее одноименный канал. Она снимает влоги, рецепты обалденно вкусные и совсем не ПП. Очень интересный канал, всякие мотивашки, уборка, какие-то организации вещей, хранение в шкафах, на кухне. В общем, всякие такие обычные наши женские видео, какие-то интересные моменты, тоже влоги интересные, как они гуляют с малышом, какие-то игрушки, обзоры детских товаров, одежды. Ну, в общем, все как у всех. Обязательно проходите, знакомьтесь. Если понравится, подписывайтесь. И давайте же с вами побыстрее распакуем эту огромную посылку, потому что я не знаю, что внутри, понятия не имею. Я так думаю, что Мариночка прислала ее мне, ну, ко дню рождения, так планировалось, но она немножко запоздала со временем. Сейчас уже сентябрь у нас начался, да, а день рождения у меня было в середине августа, кто знает. Она вот такая огромная, она тяжелая достаточно, здесь около двух с половиной килограммов. И давайте ее, наконец, распакуем. Она пришла ко мне еще в пятницу, но так как мы уезжали на дачу, я, ну, оставила ее сдать своего звездного часа. Вот, и давайте же ее скорее распакуем. На звуки всякие фоновые, не обращайте внимания, это Алиска. Она здесь любит брать картонную коробку, поэтому вы можете это слышать. Так, в пакете огромная, просто гигантская коробка. Давайте ее распакуем. Это для меня огромный сюрприз. Я понятия не имею, что внутри, и мне безумно любопытно. Так, тадам, тадам. Это так волнительно. Вы себе не представляете. Так, что-то у меня упало. Ну, ладно, потом подниму. Так, давайте, наверное, по порядку. Тут сверху что-то такое сыпучее. И завернуто в пупырку. Оно там трясется. И так, одна упаковочка была открыта. Я не знаю, может быть, это на почте России теперь все разворачивают, и что понравится, себе берут. Ну, в общем, я просто слышала такие отзывы, когда распаковывали чужие посылки, вытаскивали оттуда, и потом обратно запаковывали. Вот. Так что, может быть, это просто открылось в процессе транспортировки. Так. Что-то органическое. Органик Волиум, шампунь, увеличивающий объем для всех типов волос, экстрактами жимолости, ангелики японской, гуарана и женьшеня. И второй, это органик Кератин, восстанавливающий кондиционер с растительным кератином, церамидами, экстрактами мальвы, жимолости и ангелики японской. Останавливает выпадение волос. Кстати, очень интересно. А, я сейчас с возрастом заметила, что, несмотря на то, что у меня очень густые волосы, они очень обильно выпадают. Ну, да, это уж как бы этого не отнять. Так. И посмотрим. Ну, фирма называется Органик Фарма. Или Фарма Органик. Да, Фарма Органик. И производство это у нас ООО Эвеналь Франц, город Раменское, Московской области. Честно говоря, я не знакома с этой фирмой. Давайте посмотрим, как выглядит флакончик. О, ну просто красота. Вот такой флакон. Безумно красивый. Даже жалко использовать. Но мне будет любопытно. Я с такой фирмой не знакома. Тем более... Тем более органическая. Вроде как. И запах приятный. Ну, здесь тоже похоже. Вот. Будем пробовать. Спасибо, Мариш, огромное. Для меня такая необычная штука. Состав, кстати, весь на иностранном языке. Но я потом почитаю, чтобы времени не тратить. Так. Что-то здесь прямо гигантское. Прямо гигантское что-то. И без подписи. Так, вот. Ну, не знаю, что это. Выглядит как полотенце. Сейчас посмотрим. Да, полотенце банное. Сто процентный хлопок. Производство Новосибирск. Размер 70 на 130. Я извиняюсь, что задумалась. Читала просто наклейку. Оно такого приятного кремового цвета. Такого даже, я не знаю, как назвать. Наверное, цвета слоновой кости. Ну, в общем, надеюсь, что было видно. Разворачивать не буду. Это будет мое приданное Мориша, спасибо огромное. Я всегда хотела свое большое полотенце. Ну, у меня было свое полотенце, но оно уже постарело и пришло в негодность. Так. Еще здесь такое маленькое. Так, это на десерт. Давайте. Вот тут вот маленький сверточек. Посмотрим, что это. Ага. Пахнет вкусно. Так. Тоже пупырочку. Два маленьких сверточка. Это мыло, я так думаю. Да. Это натуральное мыло ручной работы с медом. Сделано в России. Производство Клеона. Город Курск. Не знакомо вообще с этой фирмой. Пахнет обалденно. С медом и какими-то сливками. Такая красивая упаковочка. Честно говоря, все мыльца ручной работы, которые у меня есть дома, я еще ими не пользовалась. Просто жалко. И еще мыльца от компании Нила-Мила. Я очень хотела с ними посотрудничать, но, к сожалению, они мне отказали. сослались на то, что фирма аннулируется. Но пока вроде работает. Не знаю. Россия. Санкт-Петербург. Ну, такая коробочка красивенькая. И здесь тоже мыльца ручной работы. Вот такое пестрое, как конфетка. пахнет, как карамелька такая. Клубничная карамель. Смотрите, как прикольно написано. Без вреда для фигуры. очень красиво. Очень красиво. Все, будем когда-нибудь будем все использовать. Мне, честно говоря, жалко. Есть еще маленький сверток. Сейчас мы его с вами развернем. И все, в принципе, коробка уже пустая. Мне всегда жалко как-то использовать мыло ручной работы. Оно настолько красиво, что прям жалко. Вот. Здесь замечательная открыточка, которую я не буду читать и показывать, открывать, потому что это все-таки личное мое. Вот. Но спасибо огромное. Мариша, мне все нравится. Здесь прекрасно. Просто очень хотелось с вами поделиться этой распаковкой. и поэтому я ну так вот на эмоциях и голос повышается, а мне нельзя громко говорить. потому что сразу кашель. Вот. В общем, здесь такая вкусная, просто обалденно красивая книжечка для записи кулинарных рецептов. Вот такая симпатяшка. Вот. Здесь у нас получается 64 листа. Ну и кстати внутри тоже очень классно сделано. есть всякие вот как меры. То есть в одной ложке столько-то, вдруг в двух ложках столько-то. В общем, в самом начале очень интересно. Потом идут уже вот такие красивые странички. Салаты, там ингредиенты, приготовления. И вот так выглядит разворот. очень классно. Я давно хотела такую книженцию. Надо все свои любимые рецепты собрать в одну книжку. Но поскольку здесь вкусняшки, наверное, стоит разделить все по категориям. Ну, хотя здесь есть салаты, вторые блюда. Посмотрим. Просто рецептов любимых много, поэтому думаю, что это вообще актуальная штука. Классно, Мария, спасибо огромное за все подарки. Мне все нравится, правда, правда, все нравится, все суперское. Обязательно буду всем пользоваться, использовать по максимуму. Спасибо огромное за поздравление еще раз за такую коробочку, сюрприз, обнимашки. В общем, все супер, мне все нравится, спасибо огромное. Спасибо всем, что были со мной и смотрели эту безумную распаковку. И мне очень приятно, что вы были со мной, когда я делилась с вами этой распаковкой. Это было просто супер. Обязательно всем буду пользоваться. Кому интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик и в ближайшее, а может быть не очень в ближайшее время буду рассказывать вам свои впечатления об этих разных средствах и не только об этих, но и других. Так что подписывайтесь. Кстати, напоминаю, когда вас будет 500, я имею ввиду подписчиков, у меня стартует маленький конкурс. Так что подписывайтесь обязательно. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть моим подписчиком. Ладно, все, меньше разговоров, а то опять голос садится. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. 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 Субтитры